Тихонечко, продолжая наслаждаться Божьим присутствием, присаживайтесь. Аллилуйя! Послушайте, это Божье желание. Он настолько желает быть с нами, он настолько желает благословлять. Знаете, Павел говорит даже в послании, облагодатствовал нас возлюбленным. То есть, когда даже вот через верх, Аллилуйя, я хотел прочитать буквально очень простое местописание, которое вы все знаете, которое знает каждый верующий. Когда Иисус говорил с Никодимом, Он говорил ему о Царстве Божьем. И Он сказал, Никодим, должно тебе родиться заново. Кто не родится от воды и духа, не сможет увидеть Царство Божие. Никодим этого не понимал. Слава Богу, мы сегодня это понимаем. Правда? Аллилуйя! И это величайший подарок Бога для нас. Что это значит? Это значит новое рождение. Что это такое? Это новая природа. Новая природа, которая приходит в нашу жизнь. Если старая природа... Помните, написано в Писании, написано, что дети света, дети тьмы, дети Божьи, дети дьявола познаются так. То есть, есть одна природа дьявольская. И есть природа Божья. Есть момент, когда человек живет без Бога. Когда он не знает, когда он не понимает, рожден он от Бога. Когда человек живет, знаете, почему вы разговариваете с людьми некоторыми, а их... они не могут... их настолько влечет к этому греху, настолько... Потому что они не понимают, как это... Знаете, вот когда вы покаялись, вас некоторые спрашивают, что у вас там написано в церкви, запрещено курить. Они не могут понять этого. Они говорят, что там написано у вас там прямо, вы приходите, вам выдают правила такие, запрещено делать это, запрещено делать это, запрещено делать это. И они удивляются, когда вы говорите, нет, такого нету. А почему у тебя все эти вещи отпали от тебя? Вы говорите, потому что моя природа. Она поменялась. Правда? Наша природа поменялась Дух Святой пришел в нашу жизнь Мы родились заново И стали детьми Божьими Правда? Мы стали детьми Божьими Теперь Царство Божие принадлежит нам Как это произошло? Это произошло за какие-то наши заслуги Мы это как-то заработали Мы что-то... Нет По благодати Божьей Когда мы поверили Когда мы пришли Исповедовали свои грехи Сказали Господь Каюсь Я верю, что ты воскрес из мертвых Сердцем веруют к праведности Устами исповедуют К спасению И когда это произошло Новая природа Божья Она пришла в нашу жизнь Все Мы стали детьми Божьими Благодать Божья наполнила нас Правда? Мы стали чадами Божьими Стали детьми света Стали наполнены Божьей благодатью Стали наполнены Божьим благословением Многие, знаете, как бы Божье присутствие Стало нашей частью Это стало как бы естественно Естественно для нас Аминь И Все те обетования, которые написаны в Слове Божьем Божье присутствие Все Да и аминь В нашей жизни Правда? Но Хотел бы Немножечко сегодня Сделать Один акцент На одной части Я хотел рассказать Часть Как бы Один момент из моей жизни Свидетельство Которое Я верю Как бы Дух Святой Побуждает меня Об этом рассказать И я думаю Что многим из вас Оно поможет Это свидетельство Я вчера рассказывал Как я покаялся Как я обратился к Богу Я стал Детем Божьим Рожденным свыше От многих вещей От многих грехов Бог освободил меня так Что я даже не заметил этого Я не приложил никаких усилий Для того Чтобы избавиться От некоторых грехов Они сами отпали от меня Я только обнаруживал Это когда Когда мне предлагали Ну сделать это Я вдруг обнаружил Что я даже Ну как бы Вот оно все ушло И там где-то Где-то сзади осталось Некоторые вещи С которыми мне нужно было Бороться Сражаться И Бог давал победу Аминь Понимаете, да? Это так Ну как бы Так в нашей жизни происходит Но у меня была Одна Одна вещь Которая Преследовала меня С самого С самого Начала Вот Вот С самого Начала Моей жизни Сколько я себя помню У меня была Одна проблема У меня был страх И этот страх Он был Настолько Сильный Что Ну Опять-таки Я Отчасти становился Плохим И пытался доказать Всем, что я Круче всех Для того, чтобы Побороть этот страх Делал много Глупых вещей Просто для того Чтобы доказать Что я не боюсь Хотя на самом деле Я боялся Я сейчас вам расскажу Природу этого страха Он у меня был С самого детства Когда я заходил В темную комнату Закрывалась за мной Дверь Из темноты На меня Напрасывались Какие-то Существа Я их видел Физическими Глазами Я был Маленький Я не знал Как с этим делом Бороться И я Как бы До того Меня этот страх Сковывал У меня холод Был по всему телу Что я не знал Что мне делать Я Просто Зайти В какую-то Темную комнату Для меня И еще и дверь закрыть Это было Это было Смерти подобно Поэтому я Ну как бы Я старался Старался Всеми силами Этого избегал Я понимал Что эти существа Они настоящие Что он меня Как бы за ногу Это не укусит Но тем не менее Вот этот страх Он настолько Присутствовал В моей жизни Он настолько Сковывал Настолько Этот Вот с такого детства Что я уже Вырос Мне было 18 лет И я все равно Боялся Вот этой Вот темной Комнаты Я не мог Выключить свет Потому что Я знал Что сейчас Какие-то существа Будут опять На меня бросать Что они от меня Хотели Чего они на меня Брали Я не мог понять Я не мог Объяснить Я ни с кем Об этом не говорил Никому об этом Не рассказывал Потому что Пока я маленький Был боялся А потом Когда Стал взрослеть Я думал Что меня сейчас Ну как бы Посчитают Что я Ну Идиот Потому что Другие не видели Они нормально себя чувствовали А мне было плохо И вот Представьте Я пришел к Богу Я покаялся Я пережил Благодать Божию Божье присутствие Благословение Но Эта часть Она оставалась В моей жизни Она оставалась Еще какое-то время До одного момента Это было Очень такое Знаете Как бы Обычно Мы шли с моим другом Вот Борис Саулович Он сейчас пастор Еврейской мессианской общины Мы с ним дружили Он еще тогда не был пастором Он был лидер домашней группы Я был в его домашней группе И мы просто шли Вместе с ним По городу Вот по улице Центральная улица Мы Помню Вышли из трамвая И идем там Посетить некоторых ребят Чтобы свидетельствовать Им там были наркоманы И мы шли Как бы К ним Чтобы помолиться Им засвидетельствовать И мы идем 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 И вдруг Он останавливается И говорит Слушай В твоей жизни Есть страх Я ему не рассказывал Об этом Я говорю Да Он говорит А Бог хочет тебя Сейчас освободить От этого Я говорю Я с радостью Представьте Это практически Центр Киева Если кто знает Это было возле Этого самого Проспект Победы Возле Этот Украина Магазин Вот огромный Магазин И мы вот возле него Вышли из трамвая И вот у нас Состоялся такой разговор На улице Он говорит Дьявол во имя Иисуса Дух страха А ну пошел вон От моего брата Вон во имя Иисуса И мне ноги подказались И я только Брык Поперек этой Площади Я не знаю Сколько я пролежал Там что-то люди ходили Ну как Ну то есть Боря стоял Чтобы меня никто не трогал Говорил Все нормально с ним Все в порядке Все хорошо Все хорошо Но я встал После этой молитвы Короткой молитвы И я понял Я свободен Настолько радость Божья Она наполнила меня Настолько Я шел и пел Я ликовал У меня радость была Я говорил Господи Спасибо тебе Что ты освободил меня От страха Господи Спасибо тебе Спасибо тебе Спасибо тебе Я просто пережил Ну то есть Этот бес Который меня мучил Все время Он ушел И теперь я свободен Я свободен Мы с ним пошли К этим там Ребятам Мы там что-то Свидетельствовали Потом я поехал домой И я ликовал До одного момента Когда я встал Перед выключателем В своей комнате Выключать Или не выключать Свет И я чувствую Что я стою Возле выключателя А у меня руки Трясутся Я не могу Выключить Я не могу Выключить свет И мысли Вот видишь Ты не свободен Ты еще Это все Все ерунда Это все Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Я Я действительно Знаете Как бы я сел В комнате И думаю Да Я действительно Наверное я не получил освобождение. Наверное, еще нужно как бы, еще что-то, вот еще нужно, какие-то молитвы особые. И я как бы сидел, размышлял об этом. Я не помню, по-моему, я так и лег спать с включенным светом. На следующий день я встал, я об этом размышлял, но я думаю, ну я же вчера явно пережил Божье освобождение. Я вчера явно пережил Божью благодать. Но как такое может быть? Не было тогда каких-то таких учений, которые бы могли мне помочь, или книжек, которые бы я мог прочитать. И я сидел, размышлял, я молился об этом. И вдруг я понял. Я понял, что я не умею жить по-другому. Когда Павел говорит, он говорит о том, что преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть должно произойти преобразование ума. И я вдруг понял, что я действительно получил освобождение. Но моя душа, она не может жить по-новому за одну секунду. Она не может, то есть она привыкла жить таким образом. Я когда-то уже позже смотрел там разные эти самые, читал книжки. И знаете, бывает таким образом, что в Индии, ну там слоны, знаете, их используют для всякой работы. Они там что-то там переносят. И вот что делают эти люди, которые управляют слонами? Пока он маленький, они забивают кол, и они привязывают этого слона к этому колу, маленького. И он дергается и не может освободиться. Он дергается, дергается до тех пор, пока он не сдается. Потом он вырастает. И этот погонщик, который воспитывал слона, он уже потом дальше идет, он втыкает, где попало пруд, кидает цепь, и этот слон стоит. Потому что он уверен, что он не может освободиться. Слон, который может деревья выкорчевывать, палку воткнули, цепь кинули, и он стоит. Он видит эту цепь, и все. И он стоит. И вдруг я понял. Ну, то есть эту историю я не знал, это я уже позже прочитал. Вдруг я понял, что мне нужно научиться жить свободно. Я понял, что я должен научиться жить по благодати, которую Бог мне дал. Это меня встрепенуло. Я сказал, Господи, спасибо тебе, потому что я сто процентов свободен. Знаете, что я сделал? Я пошел в ванную комнату, выключил свет и лег в ванну. И сидел. Меня трусило от страха. А я сидел и молился. Так я повторял день за днем. День за днем. И я говорил своей душе. Бог дал тебе не духа страха, но силы, любви и полного контроля над собой. Душа, я контролирую тебя. Мы больше не боимся. Потому что Бог подарил мне свободу. Бог подарил мне свободу. И это моя часть. И я так повторял день за днем. Потом я выключал свет, я шел, ложился спать. Потом опять днем я по нескольку раз повторял. Я шел в ванну иногда мыться, я выключал свет, и я шел с этой самой, с выключенным светом. До тех пор, пока я вдруг обнаружил, что теперь мне все равно. Включен свет, не включен. Я чувствую себя нормально. Я научил себя жить в благодати. Но это еще не все. Это еще не все. Я приучил, я уже молился, я благодарил Бога за ту свободу, за то обновление. Я понимаю некоторых людей. Когда они получают исцеление, когда вы молитесь за них, или еще что-то, вот так на служении молится человек, у него ушла боль, потрогал, не болит. Первая мысль какая, знаете? Да ладно, что ты, ой, сейчас выйдет, ты же знаешь, что сейчас выйдешь, и опять будет болеть. Ему говорят, слушайте, выйдите свидетельствовать. Он говорит, зачем ты пойдешь туда рассказывать, выйдешь рассказывать, и что дальше? А завтра у тебя будет болеть, что ты им потом будешь объяснять? Знаете почему? Мы привязаны цепью к столбу. Ему говорят, зачем тебе выходить? Ой, не знаю, это все равно будет болеть. И завтра будет болеть, и после завтра. Эта таблетка действует, которую ты там два дня назад выпил. Ну не действовала раньше, а сейчас подействовала. Вот увидишь. Человек сидит, ну да, ну да. Ну да. Послушайте, в тот момент я мог бы сказать себе, что, ну, наверное, я не освободился, и продолжил бы жить в страхе. Понимаете меня, да? И продолжил же жить в страхе. И он бы опять вернулся, и все продолжалось бы, как и раньше. Но послушайте, Божьей благодати достаточно. Павел говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Божьей благодати достаточно не только, чтобы исцелить, но чтобы изменить. Божьей благодати достаточно, чтобы научить нас жить по-новому, жить в Божьем присутствии, жить без этих проблем, без страхов, без уныния, без депрессии. Почему часто бывает, приходят люди, вы за них помолились, если они радостные, уходят через два дня, опять приходят? Потому что дьявол, который лжец, он использует любую возможность, чтобы обмануть, чтобы, если хотя бы не украсть эту благодать, то хотя бы каким-то образом ее затмить, чтобы помочь тебе верить в какую-то ерунду, что Бог почему-то благословляет тебя только по воскресеньям, ну ладно, уже по воскресеньям прошел, и ну и хорошо. А все остальные дни, это у тебя дни мрака, угнетения, депрессии, послушайте, ложь это все. Потому что мы дети Божьи, аминь. Царство Божье внутри нас, правда? Это царство, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Иногда нам нужно научить себя жить по-новому, преобразование ума нашего, преобразование ума нашего, чтобы мы научились жить в благодати, научились радоваться Ему, научились радоваться Его присутствию дома, и так далее, и тому подобное. Понимаете, да, меня? Но слушайте дальше, это еще не конец истории. Я получил освобождение от бесов, которые мучили меня всю мою жизнь. Помните, да, Иисус говорит, что когда вы выгоняете бесов, он там ходит где-то по безводным местам, потом возвращается, говорит, посмотрю ли как там, дом мой, в котором я жил. Иногда такое бывает. Не всегда, но иногда. Такое произошло со мной. На одном из служений, один мой тоже хороший знакомый друг, он пастор, он попросил меня говорить о свободе от страхов. И я людям рассказывал. Я рассказывал свой опыт, рассказывал о том, как Бог освободил меня. Было хорошее служение, очень сильное. Много людей получили освобождение, многие свидетельствовали о том, что страх ушел, и я очень радовался. Я пришел домой, как обычно, выключил свет, лег спать. Но вдруг ночью я проснулся от того, что я не могу дышать. Холод наполнил всю комнату, то есть настолько, что я не мог пошевелить пальцами на руках. Я открыл один глаз и смотрю, стоит существо надо мной, и он вот так вот держит мне грудь. Он настолько сдавил меня. Холод такой. Я... И кто-то еще стоит тут. И он говорит, ну что, свободен? Свободен? Я лежу, у меня в мысли, через... А я слышу вот этот голос, ну что, свободен? И я так лежу, и я не могу даже пальцами пошевелить ни рук, ни ног. Я уже не говорю про... что-то сказать. А он стоит и держит меня. И вдруг я... Мысль у меня в голове. Тот, который во мне, он больше того, которого в мире. Хоп! Свет зажегся. Я думаю, как-то так, знаете, у меня начало возмущение внутри подниматься. Тот, который во мне, он больше того, которого в мире. и я так чувствую, я шевелю пальцами. Я говорю, кровь Иисуса Христа на мне. Тут я чувствую, у меня как бы открылись мои уста. И в этот момент такой гнев наполнил меня. я вскакиваю с этой кровати. Я говорю, вы обалдели? Вы что тут делаете? Кровь Иисуса Христа омыла и очистила меня. Тот, который во мне сильнее того, которого в мире. И так... И все, я стою опять в своей комнате. Ничего нету. Радость Божья. Божье присутствие. Послушайте, я встал, еще молился, ходил по этой комнате, благодарил Иисуса, не включаясь ее. И я знал, что Иисус, Он во мне. Слышите? Божья благодать, она со мной. Благословение Божье, оно наполнило меня. А тот, который во мне, Он больше того, которого в мире. Знаете, и я чувствовал, как эти существа, они бежали так, как они только... Ну, только они могли позволить себе с какой скоростью бежать. Потому что и Иисус, и Божья благодать, она со мной. Слышите меня? И... Когда вот эта вот, вот эта вещь, когда это понимание, когда это Слово Божье, оно начинает расти внутри нас. Оно приносит нам свободу. Послушайте, Бог желает, чтобы мы не только получали свободу и получали исцеление, но чтобы мы учились жить в этом исцелении, чтобы мы учились жить в этой свободе, чтобы мы учились не только жить этой свободой, но чтобы мы могли распространять эту свободу вокруг себя. Это благоухание на каждом месте, чтобы Божье присутствие могло распространяться вокруг тебя. Слышите? Чтобы эта радость, которая уже есть внутри тебя, чтобы она выходила наружу и остановилась видно. И более того, чтобы оно распространялось дальше и дальше, дальше и дальше вокруг вас. Слышите меня? Аллилуйя. Почему? Потому что Бог дал нам свободу. Аллилуйя. Он подарил нам еще больше, чем свобода. Он нам подарил самого себя. Слышите? Он пришел в нашу жизнь. И кто может сравниться с этим Богом? Кто может сравниться? И вот эти вот, знаете, как бы трость, которая воткнута возле нашей ноги, и цепь, которая привязана, она иногда нам мешает. Нам говорят, Аллилуйя, Иисус жив, ты свободен. Мы говорим, Аллилуйя, свободен, свободен здесь, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Потом отошли от церкви, служения, пришли домой и смотрим, ах, привязан. Ну ничего, зато в церкви я-то радовался. В следующее воскресенье я опять пойду радоваться. Послушайте, сделайте вот так. И все, и вы обнаружите, что вы не привязаны. У меня один случай был очень интересный. Опять-таки, это было такое время, в церкви у нас служили, радовались. И один раз мы проповедовали на Крещатике, там в центре, и пришел один парень, он инвалид был. У него как-то, ну знаете, так, ну как бы ДЦП, он очень сложно как-то ходил, так вот перекручено. И мы свидетельствовали о Боге, свидетельствовали о Божьей благодати, и он получил освобождение. Вдруг этот человек на глазах у всех стал нормальным. Стал нормальным, все. Он настолько был восхищен, он начал ходить, он приходил на домашнюю группу. И вот один раз мы были там все вместе, радовались, там пели, прославляли, была как бы домашняя группа, общались, пили чай. И после этого мы все вместе едем домой. Ну как бы спускаемся в метро, в метро там жетоны. А он как инвалид не платил за метро. И в этот раз он шел и забыл свою книжечку инвалидскую. Жетон стоил пять копеек. И он подходит к этой женщине и говорит, я инвалид, я бесплатно езжу. Она смотрит на него. Говорит, какой ты инвалид? Он ей говорит, у меня детский церебральный паралич. Ну то есть, понимаете, да? И он начинает ее убеждать, и на наших глазах он начинает возвращаться в это положение, в котором он и был. Мы хватаем его, начинаем трусить, что ты делаешь? Он спускается вниз и говорит, вот так лучше, так я не плачу за метро. Для нас был шок. Представляете? Он ходил, собирал деньги, а тут, когда он стал здоровым, ему теперь уже, ну как бы, никто денег не дает. Еще и в метро пять копеек он должен платить. Зачем оно надо? Послушайте, перед ним стал выбор. Научиться жить по-новому. И он отказался. Мы убеждали его, говорили, ну он, говорю, так лучше. Он не хотел, еще какое-то время он походил в церковь, а потом перестал. Послушайте, Бог хочет, чтобы, дав нам свободу, мы жили полноценной жизнью. Аминь. Чтобы мы научились жить по-новому. С сегодняшнего дня. Послушайте. Никто не говорит, что за одну секунду станет легко. Та привычка, которая была всю жизнь. Или несколько лет. Или иногда нужно приложить усилия для того, чтобы ее побороть. Но это надо, это необходимо сделать. Помните, Давид, он говорит, душа моя, славь Господа. Душа моя, славь Господа. Он приказывал себе. Он говорил, душа моя, славь Господа. И нужно это делать. Бог дает благодати с избытком. Но иногда проблема вот здесь. И нам нужно взять и по Божьему Слову, с Божьей благодатью научиться жить по-новому. Аминь. Аллилуйя. И будьте внимательны. Когда вы получаете освобождение, когда вы получаете исцеление, не пускайте ложь в свою голову, в свой разум, в свою душу. Когда только слышите первую мысль, да ладно, все завтра вернется. Да завтра же ты опять, ты же не можешь жить без этих таблеток. Или еще что-то. Послушайте, остановите это. Скажите, Бог меня освободил. Подступает опять это уныние, это депрессия. Да ты не можешь так жить. Скажите, я могу. Бог освободил меня, дал мне свободу, и я буду радоваться в Боге. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Господь, я благодарю Тебя. Господь, я благодарю Тебя за Твою благодать, которая в полноте излилась на каждого из нас. Я благодарю Тебя за Твое присутствие здесь, на этом месте. И я благодарю Тебя, что Твое желание и Твое слово, оно говорит о том, что Ты хочешь, чтобы мы были наполнены Твоей благодатью. И чтобы мы были исполнены Духа Святого. Чтобы мы были исполнены праведности, радости и мира. Господь, я благодарю Тебя. Аллилуйя. Потому что Ты чудный Бог. Ты хочешь являть свое присутствие и являть свою славу каждую секунду нашей жизни. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты дашь моим братьям и сестрам смелость и дерзновение научить свою душу жить правильно. Научить свою душу жить по Слову Божьему. Разорвать эти цепи дьявольские во имя Иисуса, которые держали, которые сдерживали. Разбить эту ложь, которая говорила, что да это не для Тебя, да Ты не можешь, да какая благодать. Это Ты, Ты, Ты. Слушайте, благодать, она потому и благодать. Что она дается. Она дается. Она дается. Слышите? Аллилуйя. Принимайте ее и живите соответственно этому Слову Божьему. Господь, спасибо Тебе. Пожалуйста, сейчас несколько секунд. Подумайте. Где вот эти цепи есть в Вашей жизни, которые держат Вас. Конечно, это процесс. Конечно, это процесс. Это процесс. Шаг за шагом мы познаем Бога, мы возрастаем, изменяемся. На то, что сейчас держит тебя. Может быть, это депрессия. Может быть, это страх. Может быть, это какое-то разочарование. То, с чем ты, чем ты, чем ты не можешь справиться. Ты как бы молишься. На одну секунду получал освобождение, потом возвращался домой и все это возвращалось. Подумайте. И сейчас мы вместе с вами помолимся. Но после того, как мы помолимся, вам нужно взять Слово Божье и научить свою душу жить по-новому. Вы понимаете? Аллилуйя. Мы сейчас не будем выходить вперед. Если тебе нужна такая молитва, просто для себя, для всего духовного мира, подними свою руку, чтобы засвидетельствовать, что с этой секунды я свободен. Ты знаешь свою проблему, потому что они как бы разные. У кого-то страх, у кого-то еще что-то. У кого-то какой-то грех, который повторяется и повторяется. И сейчас тихонько не надо кричать. Может быть, в какой-то момент вам и придется покричать. Но сейчас, может быть, кому-то будет очень тяжело сказать громко тот грех, который повторяется в его жизни. Но сейчас вы получите свободу. Точнее, мы утвердим эту свободу. Она уже у вас есть. И вы будете учить себя ходить в этой свободе. Скажите этой проблеме во имя Иисуса. Я больше не твой раб. Я больше не раб греха. Я больше не раб этой проблемы. Во имя Иисуса я приказываю тебе убираться вон из моей жизни. Господь, я благодарю тебя. Я открываю сейчас свое сердце. Наполни меня твоей благодатью. Я благодарю тебя, что я свободен во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо тебе за твою благодать. И сейчас принимайте эту благодать. А я еще помолюсь за вас. Именем Иисуса Христа. Я сейчас приказываю духом страха, духом уныния, депрессии и разочарования, неверия и лжи во имя Иисуса Христа оставить моих братьев и сестер. Сию секунду пошли вон именем Иисуса Христа. Господь, я прошу тебя, чтобы твоя свобода, она утверждена была и запечатлена прямо сейчас в их сердцах. Наполни каждого радостью, благодатью твоей во имя Иисуса Христа. И я прошу тебя, Отец, пожалуйста, помоги каждому человеку научиться жить в свободе. Научиться жить в свободе. Приняв от тебя благодать, наполниться ей и жить в этом, радуясь и благодаря тебя. Принимая исцеление, быть уверенным, что и завтра, и послезавтра то, что ты подарил, оно останется со мной. Отвергнув ложь дьявола, жить в свободе во имя Иисуса. И не только жить в этой свободе, но также вокруг себя распространять это благоухание Божьей славы, Божьей благодати и Божьей радости. Чтобы каждый человек видел эту радость, видел эту благодать и видел это благословение. Дух Святой, сейчас двинься, Господь, среди народа твоего. Утверди это слово, утверди его в каждом сердце, утверди эту свободу. Господь, я благодарю тебя, что сейчас она запечатлевается в каждом сердце. Аллилуйя, потому что мы свободны, мы не должники, мы не должники греха, мы не должники рабства, мы не должники дьявола, чтобы опять жить в страхе, чтобы опять жить в рабстве. Мы свободны по благодати Божьей, Аллилуйя. Мы свободны по благодати Божьей. Ты свободен, Аллилуйя, во имя Иисуса. Ты свободен, аллилуйя, потому что царь царей, он живет в своей жизни, потому что царь царей, он утверждает эту свободу, потому что царь царей подарил тебе это исцеление, аллилуйя, потому что царь царей, который пришел, он благословил тебя и утвердил это, аллилуйя, и ты сегодня дитя Божье, аминь, ты сегодня дитя Божье, аллилуйя. Аллилуйя, пожалуйста, находитесь в Божьем присутствии Пожалуйста, продолжайте, продолжайте благодарить Его, Аллилуйя Пусть оно еще больше, еще больше не останавливает И знаете, когда я чуть-чуть наполнил, скажите, Господь, я хочу еще больше Твоей славы Я хочу еще больше Твоего присутствия в своей жизни Господь, я хочу еще больше, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Послушайте, это настолько замечательно, быть с Богом На любом месте, где вы будете, послушайте, остановитесь, скажите, Господь, спасибо Тебе за Твое присутствие, наполни меня еще, и вы будете чувствовать Божью благодать, которая будет наполнять вас. Вы будете знать, что еще и еще Божья благодать, Божье благословение, оно с вами, аллилуйя. Вы верьте мне, Слово Божье говорит, даже не мне, мне не надо верить, верьте Слову Божьему, что Бог дал эту благодать, Бог подарил это спасение, и Он не забирает это. Послушайте, Он дал тебе свою праведность, и Он это не забирает. Бог дал тебе свой мир, Он этого не забирает. Бог дал тебе свою радость, Он этого не забирает. Мы можем сами отдать. Что Дьявол придет и скажет, о, ты такой, ты еще не такой, ты там, это самое, вот ты не можешь жить. И мы говорим, ну да, вот и так. И таким образом Он ворует у нас то, что по праву принадлежит нам. То, что по праву уже наше, потому что Бог это подарил. Правда? Аллилуйя. Слушайте, живите с Богом, наслаждайтесь им. Потому что общение с Богом, это не только та часть, которая, когда мы придем на небеса, она откроется, и мы там будем в присутствии Божьей. Послушайте, нет. Это уже здесь, для детей Божьих, уже здесь, в этом мире, здесь, сейчас, сию секунду, это уже часть, которую Бог подарил тебе. Аминь. Аллилуйя. Неужели мы от этого откажемся? Нет? Аллилуйя. Я не отпущу это. Правда? Аллилуйя. Я не отпущу это. Да я даже больше скажу вам. Это не надо держать. Даже более того скажу. Когда мы это раздаем, оно еще больше приходит в нашу жизнь. Потому что это реки, воды живой, которые текут из нас. Аминь. Аминь. И будет плохо, если мы будем удерживать это только для себя. Но если мы позволим, чтобы эти реки растекались, это только нам самим даст еще больше благодати. Аллилуйя. И там, где вы есть, на любом месте, когда вы находитесь там, говорите слова жизни, говорите слова благодати. Именно это дает нам возможность. Помните, да, Павел говорит, нас гонят, а мы благословляем, нас проклинают, нас ненавидят, а мы любим. А откуда он это все взял? Как он это мог делать? Как он мог это делать? Когда плохо, а он благословляет, проклинает, он благословляет, он молит. Слышите, да? А именно вот эта вот благодать, когда ты общаешься с Богом, она наполняет эти реки, текут. Аминь. Аминь. Не отвечать злом на зло, ругательством на ругательство. Кто-то вам сказал что-то в транспорте, не отвечайте. Если отвечаете, скажите, пусть вас Бог благословит. не будьте такими, как все. Слышите, почему? Потому что мы дети живого Бога. Потому что ты дитё Божье. Аминь. Благословляйте, а не проклинайте. Послушайте, в этом свете эти слова становятся совершенно другими. Благословляйте, а не проклинайте. Слышите? Аллилуйя. Потому что это стало возможно. Я от Бога принимаю, эта река течёт, 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 течёт. Когда человек просто по плоти хочет это сделать, не получается, я всё равно... А когда это с Богом? Это становится естественно. Я наполнен, благодать потекла, я наполнен, она потекла сюда дальше, она потекла сюда дальше, она потекла сюда дальше. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе, Ты наполнил меня, чтобы сегодня эта слава Божья, она коснулась. И точно так же, там, где Ты, Тебя Бог наполнил, для того, чтобы Ты коснулся, для того, чтобы Ты коснулся, для того, чтобы Ты протянул свою руку и прикоснулся к тем обстоятельствам, пришёл туда, там, где у Тебя служение, я не знаю, в больнице, или в тюрьме, или в туберкулёзном диспансере, или ещё где-то, ещё где-то. Послушайте, Бог наполняет тебя, и через тебя течёт эта река дальше. Аминь. Воспринимаем себя только так, потому что я имею общение с небесами, даже больше того, они во мне. Аллилуйя. Царь, царей, кто такой, какое право дьявол имел прийти? Слышите? Аминь. Аллилуйя. Потому что мы дети Божьи. Господь, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя за радость Твою, которую Ты даёшь. Детям Твоим, аллилуйя. Я прошу Тебя, пожалуйста, пусть реки живой воды текут через каждого здесь, на этом месте. Я прошу Тебя, пусть реки воды живой, они текут через каждого человека. Аллилуйя. Через каждого, через каждого, через каждого не имеет значения, сколько Ты верующий. Десять лет, двадцать или один день. Послушайте, это дар, это благодать, эти реки воды живой. Это подарок Тебе от Бога, царя царей. Аллилуйя. Аллилуйя, который пришёл для того, чтобы разрушить дела дьявола, который пришёл для того, чтобы освободить, который пришёл для того, чтобы освободить людей от грехов их. Аллилуйя. Который пришёл для того, чтобы наполнить аллилуйя аллилуйя господь спасибо тебе боже как прекрасно говорить о тебе как прекрасно говорить о твоей благодати аллилуйя мы дети твои господь наполненный славой твоей аллилуйя это часть твои детей аллилуйя боже я благодарю тебя за каждого человека, Господь. Я благодарю Тебя. Слава, 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 слава Тебе. Аллилуйя, мы сейчас присоединяемся к похвале, которая на небесах. Боже, спасибо Тебе. Мы присоединяемся к той славе, которая на небесах, Господь. Мы благодарим Тебя, потому что Ты достоин. Иисус, Ты достоин. Ты умер и воскрес. Для нашего спасения, для нашего оправдания, для того, чтобы разрушить дела дьявола. Аллилуйя, Ты сделал нас детьми Твоими. Боже, спасибо Тебе. Аллилуйя.